Всем привет! Стёпова Занзибара. Сегодня любимая наша рубрика камни недели. Так как интернет мне тут редко доступен, сразу много сделаю. Около 30 камней у нас сегодня. Напоминаю правила просмотра. Мы не обсуждаем здесь ногти, потому что это канал не про ногти. Я не могу контролировать личную жизнь и внешний вид своих сотрудниц. Вы уж извините. Я, кстати, погуглил анихофобия. Это когда ты боишься ногтей и тебе кажется, что они все страшные. Причем, как не покрась, все равно страшные. И получается, анихофилия. Это кто любит смотреть на все это. Но это все не на нашем канале точно. Какие-то камни уже проданы, какие-то в продаже. Но по большей части это просто интересные примеры. И мы что-то такое похожее больше на другое можем вам найти. Для этого нужно заказать, написав нам WhatsApp. Номер WhatsApp я прикрепляю снизу. Посмотрите. Номер один. Кстати, не обращайте внимание на посторонние шумы. Я записываю видео на улице по определенным обстоятельствам. В номере очень громко работает кондиционер, шумит, а без него совсем душно становится. Так вот, очень редкий гость. Хризабирил. Но он тут не просто редкий. Это супер необычный камень. Такой расцветки и такого эффекта я вообще никогда не встречал. Вот то, что вы сейчас смотрите, это он в помещении под электрическим светом. И вот посмотрите, это вот он на улице. Цвет довольно скромный, такой не яркий, не броский. Прямо как я люблю, да. Но интересен оптический эффект смены даже не цвета и не оттенка. А тут просто он становится как будто бы другой камень, да, под электрическим. То есть, я даже не знаю, давайте назовем это эффектом хамелеона, потому что это не александритовый эффект, он же цвет не меняет. Он просто по-другому выглядит и все. То есть, хризабирил такого качества ювелирного сам по себе редкий. Ну, а тут еще какие-то у него магические, уникальные способности. Я как гемолог это все опишу. Потом в каком-нибудь видео энциклопедии своей этот камень именно обязательно. Номер два. Когда вселенная у тебя в кармане или на пальце или на шее в виде клона. Хорошая шпинель, 17 с лишним карат. Сама по себе красивая была бы, но стала великолепной, потому что там миллиард микроскопических включений. Камень не гретый. То есть, он изначально сразу такой был. Вот посмотрите, есть чуть-чуть видео, как он выглядел до огранки. И вот этот миллиард включений создает там целые планетные какие-то галактики, скопления каких-то болидов, комет, планет и всего-всего остального. Мы такое очень с вами любим. И я знаю, что не только мне это нравится, поэтому я вам его решил показать. А шпинель 17 карат с огромным количеством включений. Тот самый случай, когда камень становится интересней, если их много и они крупные. Номер 3. Конечно же, шпинель Мохенге. Какой еще камень дает такой цвет? Даже круче, чем рубин. Настолько красных даже рубинов не бывает. Сейчас активно изучаю гемологию, но как и много лет подряд уже, да, и наткнулся на статистику, если можно верить. А мое мнение, что и можно верить. За последние 15 лет шпинель подорожала на 400 процентов. Вот кто пишет про инвестиции, что да, что там ваши камни, золото круче. Я не знаю, насколько подорожало золото, но вот шпинель 400. И даже мне, знаете, кажется, что это немножко скромные цифры. На самом деле 500-600. Я бы так вот оценил, да, 500-600. То есть с огромной скоростью дорожает этот камень, только одно месторождение в мире. И сейчас я в том самом регионе, поэтому я отбираю самые-самые лучшие образцы из того, что вообще лучше из лучшего отбираю, можно сказать. Поэтому это самые инвестиционные инвестиции, которые только бывают. Насколько я знаю, этот камень уже у нас продан, но у нас есть всегда несколько в запасе. Номер 4. Очень веселенький, очень блескучий, с приятными цветами и оттеночками. Полихромный сафирчик из Мадагаскара. 5,5 карат. Очень веселый камень уже говорил, да, повторяюсь. И, собственно, напоминаю, что их не добывают, за ними стоит очередь, на них охотятся. Поэтому вот у нас иногда проскакивает, ну, в месяц от 1 до 3 бывает полихромных. И, собственно, они в цене растут прям, как и шпинель-махенги, да, прям на глазах. Каждый месяц я их закупаю все дороже и дороже и дороже. Я думаю, что на Мадагаскаре уже немало миллионеров появилось за счет вот старых запасов. Я бы на их месте еще лет 10 подождал, потом бы начал продавать. Номер 5. Тут у нас что ни на есть самый великолепный и самый удивительный александрит, который я видел в своей жизни, за свою практику. А я их немало пересмотрел. Когда-то были самыми крутыми в мире александритами русские, да. Я отдельно делал ролик про александриты, смотрите, кто не видел. А сейчас самые крутые считаются бразильские. Это как раз именно один из них. То есть, смотрите, у него очень серьезный реверс. Реверс — это когда он цвет меняет, да. Причем он на улице желто-зеленый. В помещении он такой вот красивый, колбоватый, с какими-то оттеночками он там есть, да. И под искусственным освещением, под электричеством, под желтым светом. Именно желтым, которое похоже по теплоте на костер, на свечи, на камин. Вот, он, собственно, становится красноватым. Это очень хорошие показатели. Это камень очень-очень высокого уровня. Мы до сих пор за него торгуемся. Я думаю, что он будет стоить, ну, больше, чем полмиллиона долларов. Обещал показывать всякое редкое. Вот, смотрите, показываю. Номер шесть. Тоже в махенге. Казалось бы, вроде, чем он отличается от предыдущего камня? Да ничем. На самом деле нет. Не смог пройти мимо. Решил вам показать. Вот тот совсем полностью красный, да. А этот красный с такой розовинкой. То есть, у него есть розовые небольшие интонации, оттеночки. И вот цвет он делает уже совсем этот оттеночек, да. Цвет камня делает совсем другим. Даже, я бы сказал бы, что более интересным. Все, кто мечтает о рубине, но не могут себе этого позволить, как и большинство, большая часть населения планеты Земля. Вот, обратите внимание. Смотрите, такого цвета шпинель махенге шла у нас прошлой зимой. Сейчас она уже идет там на добыче. Жила-то одна всего, да. Совсем другого цвета. Сейчас он розовый. Ну, больше похож на горячий розовый. Красного цвета больше не добывают. Будет ли еще? Мы пока не знаем. Возможно, больше нет. Но на моей памяти вот Жила меняет цвет там, да. И он пока ни разу не повторялся. Поэтому тоже обратите внимание. Коллекционеры, инвесторы, просто модницы и модники. Это ваш выбор. Номер семь. Ничем не выдающийся, ничем не примечательный. Просто камень. Один из моих любимых. Серая или стальная, или сумеречная, или грозовая шпинель. Они бывают потемней, бывают посветлей. Но принцип один, да. Что это камень не яркий, который не горит, в глаза не бросается и не делает какого-то вызова окружающим. То есть это как раз такое скромное благородство, я бы так его назвал. Это вот как раз тот, который посветлее. Четыре карата подходят, в принципе, для мужского, для женского украшения. Больше о нем ничего особенного сказать. Нечего. Камень говорит сам за себя. Номер восемь. Вот эта штука встречается пореже. Это у нас тоже спинель. Но она бесцветная. То есть в ней нет хромофоров. Это металлы, которые отвечают за окрас какого-либо нашего драгоценного камня. Поэтому она, ну, по сути, по сути, если не специалист будет смотреть, то похожа на бриллиант. Если специалист, то, конечно, он отличит. Но специалистов, я думаю, мало. Ну и самое главное, что сам по себе камень красивый. То есть его не обязательно покупают те, кто хотят, чтобы их подруги и друзья думали, что они носят огромный бриллиант. А в камне почти четыре карата. Ну вот, все, кто любит что-то необычное, но при этом ни яркое, ни броское, например, я, да, он нам и вам очень хорошо подходит. Номер девять. Незаслуженно обойденный нашим вниманием, моим и вообще мирового сообщества, драгоценный камень, который называется циркон. Я помню, когда-то показывал золотистые, медовые, зелененькие. Да, у нас был очень яркий зеленый. Недавно у нас его купили очень быстро. Вот, собственно, пожалуйста, вам такой синенький или голубенький, но с моим любимым уходом в черный. Причем камень имеет ярко выраженный неоновый эффект. Но, опять же, по гемологии такого эффекта не существует. Это сленг, да, то есть он очень ярко горит в полмраке или при неинтенсивном освещении. Номер десять. Могу часами рассказывать вам. Это вот как раз одна из историй, которую можно в книгах писать. Знакомый знакомого, знакомого, знакомого. На Шри-Ванке мне перекинул видео, которое было снято на, мне кажется, на какую-то древнюю Нокио. Там в пикселях можно было рассмотреть что-то очень необычного цвета. То, что идеально подходит под мой вкус. Вот, прям в моем вкусе камни. Теперь список моих любимых камней расширился. Сначала я вообще не понимал, что это такое. У меня были подозрения, что это что-то типа дуплета. Знаете, когда склеивают там куски. Оказалось, нет, что в Афганистане есть одно всего месторождение, где добывают вот такого цвета турмалины. Это турмалины. И я сразу в них влюбился. Мы чуть ли не военную операцию проводили, чтобы их купить. Я стал искать, раскручивать цепочку, кто кому скинул. Искал, искал, искал. Где-то с восьмой попытки, то есть на восьмом человеке, я нашел все-таки, кто это снимал. Попросил снять еще раз. Естественно, у него был какой-то древний телефон. Он пошел, значит, просить у друга телефон. Отснял. Ну, вот это видео уже, это моя сотрудница. То есть они уже в моих теплых ручках, да. Он отснял, скинул мне. Я стал писать, что я хочу купить. Но так как я вообще в Афганистане ничего никогда не покупал, я хотел купить один. Он написал, что продает только сразу все с копом вместе. И стал писать, отправляй все деньги 100% полностью. И тогда я тебе вот камешки вышлю. Я стал писать, что давай какой-то договор заключать, давай как-то по одному, какие-то гарантии. Ну, что-то все-таки мне нужно, давай один у тебя куплю, проверю лабораторию, а потом будем дальше вести переговоры. Он стал писать просто, деньги давай, и все, разговор закончен на этом. Я не буду с тобой вести переговоры, пока вот здесь не будет вот такой-то суммы. Он просил все сразу вперед. Вот. И мне пришлось искать знакомых, 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 которые... А у меня вот есть в Бангкоке знакомые афганцы, которые среди товарищей, которые запрещены, имеют какой-то вес. Ну, которых в России упоминать нельзя, и вообще на ютубах нигде, да. Они имеют вес, я вышел на них, они вышли на других. На третьих всем пришлось по чуть-чуть заплатить. И вот таким образом мы из лап аферистов... Ну, то есть получается, что камни были на самом деле, но с меня просто хотели получить денег, и мне никаких камней не отправлять. Вот. Мы смогли вырвать... Видите, мне когда сильно чего-то хочется, я могу этого добиться. Получается, все складывается как нужно. Видимо, мои татуировки, хотя и атеист. И камни у меня в руках. Из них половина уже продана, просто мы разобрали по своим. Я себе взял, и остальные взяли. Половина еще есть. Если хотите, я могу отдельно прям видео по каждому. То есть снять видео, там рассказать особенно нечего будет, да. Список, какие есть, пронумеровать их или фоточку сделать. Написать каратность и вес. Положить их красиво и сфотить. Да, наверное, так, скорее всего, и сделаю. Если вы какой-то уже посмотрели, там, пишите, делайте скрин, обводите, значит, в этом фотошопе картинку, обводите, пишите. Я посмотрю, остался ли он еще у нас. Это вот турмалины. Я в своей компании для себя, на своем сленге их назвал Darkoman, темное затмение. А вообще, ну, потрясающий цвет, просто волшебный. Да, я никогда подумать не мог, что бывают такие турмалины, в принципе. То есть прям вот великолепно в моем вкусе. Номер 11. Громадный цварит. И у него очень интересный такой мятный цвет. То есть это не изумрудный зеленый, как обычно, да. А он какой-то совсем другой. Он такой желтенький, приятный, мятный. И там я вижу зелененький, желтенький. То есть там разные оттеночки есть. Напоминаю, цвариты не добывают уже больше года. Я был на добыче. Там взрывают каждый день, но камней пока нету. Вот с тех пор, как я был там в феврале, они там так и не появились. Я им позвонил. И цварит, который крупнее двух карат, считается уже, ну, все. Это уже редкость, и он большой. А этот у нас 13 карат. То есть он громадный по меркам цваритов. В наличии вот именно такой всего одна штучка. Это, по сути, и уникальное украшение, и, конечно же, инвестиции. Потому что цвариты добывают, а, возможно, добывали только в одном месте в мире. Номер 12. Тоже редкая штука. Давно хотел их найти. Много читал. Но вот вижу впервые. Это у нас лунный камень с эффектом астеризма. То есть, видите, у корундов звезда шести лучевая или двенадцати, да? Тут получается четырех. Ну, вот я не знаю, бывает ли восьми, если какая-то аномалия вдруг происходит. Может быть, и бывает. Но я пока не видел, никогда об этом не слышал. Поэтому пока только четырех. К сожалению, все, что вот у меня на руках, у меня их несколько штук есть на руках, они без голубого или без радужного отлива. То есть, они просто вот такие матовые. Но я один себе обязательно... То есть, отложил, обязательно сделаю кольцо. Потому что штука очень редкая. И, в принципе, не всем нравится какой-то цветной отлив. Мне, например, без него тоже очень хорошо. А у меня таких меньше десяти. У нас в семь или восемь штуках огранилось. Остальное все попортилось из-за трещин, которые было не видно. Номер тринадцать. Все то же самое. Звездчатый лунный камень или с эффектом астеризма. Но из того материала, что было у нас, то, что огранилось. Да, у нас, кстати, процентов в семьдесят не огранилось. То есть, они развалились, потому что были трещины, которые, ну, вот так было невозможно определить до огранки, да. Ну, вот собрали такой набор. То есть, у нас получается пара на серьги и еще один чуть побольше на колечко. Набор, к сожалению, у нас только один наличие такой. Больше не подберем точно. Ну, ближайший пока, не знаю, полгодика, наверное. Номер четырнадцать. Очень-очень крутой камень. Я прям зафанател по нему. И, возможно, я вообще его себе оставлю. Это звездчатый сапфир, довольно крупный. Там есть включение. То есть, это не сколы и ни в коем случае не трещины. Это именно включение. Вот там таких три, как бы, видно какие-то штучки на поверхности, да. А ногтем они не ощущаются. То есть, это не трещины. И посмотрите, какой в нем удивительный рисунок. То есть, помните, мы залипали с вами на черные звездчатые с рутилом золотистым. Вот, собственно, здесь получается, как бы, его негативный вариант, да. То есть, черный звездчатый в негативе. Он такой серый, с белесыми полосочками или белесы с серыми. В общем, супер вещь. Никогда такого не видел. Поэтому, хвастаюсь, показываю вам. Но, скорее всего, не продаю. Номер 15. Ничего особенного уже для постоянных зрителей. Просто мы из Масайских гранатиков собрали такой набор. Они, кстати, почему-то пропали. Я не знаю почему. То ли у Масаев там не сезон. Скоро пойду разберусь. Посмотрю, в каком там состоянии. Тем, кто давно смотрит и видели тот выпуск, да, будет интересно. Мне, конечно, тоже. Как выглядит добыча сейчас? В каком состоянии? Что произошло в Масайской деревне? Кто сколько себе коров накупил, потом выменил жён на этих коров? В общем, как найденное жило повлияло на жизнь окружающих племён? Ну вот, второй месяц их уже нет. То есть, разбираем то, что накупили у них поначалу спешки. Новых поступлений почему-то пока нет. Возможно, сезонность. То есть, там сейчас, в данный момент, надо коров перегонять на другие, например, пастбища. Поэтому они все заняты. Но я надеюсь, что они не кончились, эти великолепные гранаты. Номер шестнадцать. Супер-мега редкая штука. Вот совсем редкая. Я настолько редкая, что я вижу её впервые. Это у нас сафир. Начнём с того, что он сам по себе необычного цвета. Мало того, что необычного цвета, у него присутствует эффект кошачьего глаза. Помните, я рассказывал, отдельно записывал видео, что такого камня, как кошачий глаз, не существует. Это эффект, который присутствует у некоторых камней. Ну, например, он есть у лунного камня того же. Вот, собственно, у корундов он тоже есть. И тут... Но он встречается очень-очень-очень редко. Настолько редко, что за всю жизнь я видел таких меньше пяти. А вот такого цвета я вообще не видел никогда. Не знал, что такое бывает. Поэтому... Не знаю, буду ли я его оставлять себе для коллекции. Если хотите оводить чем-то вот таким редким, посмотрите цену. Она не маленькая, потому что это реально редкость. И пишите. Но я ещё подумаю. Возможно, я его оставлю себе. Тут, видите, что не камень, то всё хочется себе оставить. Никаких денег не хватает на эти хотелки. Номер 17. Моя любимая сумеречная грозовая стальная серая шпинель. Как раз тот вариант, который посветлее, как и предыдущий камень. В принципе, ничем не примечательен. Но он покрупнее, чем предыдущий. Сейчас, секундочку, гляну, сколько он. 7.2 карата он у нас. В наличии. Себе его вставлять не буду. Поэтому пишите, кому такие интересные камни. Вот в серебре или в золоте с матовым чернением, вот, который даёт такой стальной матовый цвет, да, это будет прям супер-мега кольцо. Я его уже вижу. Причём мужское, женское, неважно. Всё равно будет красиво. Номер 18. У нас сегодня очень много дебютов. В смысле камней, которые я вижу впервые. И, собственно, вы их тоже видите вместе со мной впервые. Это сафир. Но что про него говорить дальше, я не знаю. Я такого цвета не видел никогда. То есть это чёрно-серо-сумеречный грозовой. Там я вижу какой-то зеленоватый-голубоватый оттенок. В общем, камень уникальный. Я не скажу, что это инвестиции, потому что он не востребован на рынке, потому что никто не знает, что так вообще бывает. Да? Но штука просто супер редкая. И, конечно же, иметь такой... Это мечта многих. И моя в том числе. Номер 19. Очень весёленький. Очень близкучий. Такой прям вот он притягивает взгляд. Его хочется вот рассматривать, рассматривать и рассматривать. Это сафир. Он гретый. Но это, собственно, не делает его третьим сортом. Или даже вторым. То есть гретые камни, это допустимо. Я рассказывал почему и говорил много раз об этом. То есть корунды греют сафиры и рубины. И это считается нормально. Я когда-то этот камень уже продавал. И его купили. Но потом человек подумал-подумал, добавил денег и решил купить крупнее. Там что-то карат 15. Он купил. А этот у нас 7 карат. А камень у нас в наличии в Москве. Поэтому его можно забирать. Вот. И не ждать полгода доставку. Но если вы хотите у нас же заказать изделие с ним, то всё равно несколько месяцев придётся ждать. Мы очень сильно загружены. А всё, что индивидуально, всё долго. Номер 20. У нас было настолько сегодня и будет ещё много не классического и необычного, что я решил немного классики добавить. Вот ещё один у нас сафирчик синенький, весёленький. Я думаю, я предполагаю, что многие лаборатории ему поставят Васильковый. Но не все. Я говорил, да, что такое бывает. Например, GRS ставит Васильковый, а что-нибудь другое ставит что-нибудь другое. Просто синий или там ярко-синий. В России вообще нет таких понятий, как Васильковый, Royal Blue и всё-всё остальное. Хотя, вроде как, сейчас собираются эти термины в российских лабораториях вводить. И правильно делают. Номер 21. И для компании ещё один красивый синий классический корунт. Он же сафир. Не гретый. Но, по сути, это его не делает ни лучше, ни хуже. Он стоит только подороже, да, чем гретый. Вот. 10 карат. Мне понравился он почему? Потому что, во-первых, он с уходом в тёмный. Во-вторых, у него форма такая, унисекс. То есть, форма огранки. Да, он годится очень хорошо и для мужского перстня. Я прям вижу, как его так раз зажали и в чёрный матовый. Вот. И для женского кольца он тоже вполне подходит. В остальном, в принципе, самый обычный синий. Видите, когда много синих, они, в принципе, все похожи. Номер 22. Два количества уникальных камней. У нас сегодня зашкаливает. Тут по половине камней можно было делать просто отдельное видео. Читать лекции. Но, скорее всего, я их ещё отдельно буду обсуждать. Это шпинель. Это не София Роял Блю. Это шпинель. Такого глубокого и синего, и классического Роял Блю я никогда не видел. В камне много крупных включений, но ни в коем случае это ничего не портит. И он стоит очень дорого. И он очень востребован. И за такими камнями охотятся. Мы сейчас его возим по лабораториям. Пытаемся установить регион. Изначально нам сообщают, что это вьетнамская шпинель. Но у неё есть александритовый эффект. То есть, это делает этот эффект. Ну, смена цвета, да. Она меняет цвет на фиолетовый. Делает этот камень совсем уникальным. И говорят, что, возможно, такие когда-то ещё добывали в Танзании. Но они там давно кончились. А если вдруг он окажется танзанийским, этот камень, ничего, ну, то есть, это на стоимость никак не влияет. То есть, он не станет дешевле в никаком случае. Просто интересно, откуда он. Да, у нас прям целый консилиум среди специалистов и любителей, как я. Я, конечно же, пока не специалист, я только учусь. Номер 23. Классическая, великолепная Параиба. 14 карат. Она бывает очень крупной, да, или совсем мелкой. Вот этот размер прям идеален. Он очень хорошо подходит для колечка. Конечно же, этот камень бьёт все рекорды по росту цен. Мне кажется, что если графики сравнить, то, наверное, быстрее, чем Рубины и Турмалин Параиба, ничего больше не идёт вверх. Вообще совсем ничего, да. Смотрите, вроде как Турмалин, не драгоценный камень. Это когда многие пишут, разве может гранат стоить 10 тысяч долларов? Ну вот Турмалин стоит уже под миллионы есть, да. Экземпляры Параибы, Турмалина Параиба, под миллионы долларов. Номер 24. Классический, канареечный, жёлтый сафир. Вот такого оттенка, когда он прям совсем жёлтенький такой, да, называют канареечный. Опять же, это неофициальное название. Это сленг наш гемологический и камнеторговческий. Когда-то этот камень выставлял, он негретый, поэтому все, кто охотится за жёлтыми негретыми сафирами, потому что вам так сказал ваш астролог, это как раз ваш вариант. А кто не охотится, потому что астролог сказал просто любите, это тоже ваш вариант. Мы его когда-то выставляли, человек тоже ушёл на повышение. То есть он добавил денюжек и купил Параибу, камень остался у нас. И вот, собственно, мы его повторно продаём. Уже один раз он продался. Можно почему бы не продать его ещё раз, да. Номер 25. Ещё один набор. Те самые Масайские гранаты, которых почему-то стало совсем мало, но я разберусь, куда они делись. Обязательно сниму видосик с этой поездки, расскажу вам, чего, где и почему. Просто собрали хороший наборчик, да, то есть наборы собираются очень редко. И он уже продан. Поэтому просто показываю, хвастаюсь, уже не продаю. Если напишите и закиньте предоплаты, я могу попробовать ещё вот какой-то подобный собрать. Но это займёт, конечно же, много времени. Номер 26. Я сегодня... Ну, прям сегодня у нас этот апофеоз всего уникального и редкого. Я не могу описать этот цвет. Это шпинель. Я в неё влюбился сразу. Мало того, что тут уход в чёрный, мой любимый, так тут ещё и цвет какой-то просто волшебный, необъяснимый. В камне присутствует дымка, да, то есть микроскопические включения, которые дают ему эффект неоновости. То есть он вроде как и серый, тёмный, но при этом он яркий. Я не знаю, как это описать. Вот, собственно, он совсем-совсем уникальный. И, возможно, я его просто показываю, потому что я хочу его, возможно, оставить себе. Вот вы когда пишите, вот ты тут нам рассказываешь, что вот сейчас если купить за 100 тысяч, потом можно продать за 300. А что ж ты сам так умный этого не сделаешь? Так вот потому и не делаешь. Что не камень, то уникальный, и всё хочется оставить себе. И у меня деньги очень быстро заканчиваются. Номер 27. Ничего особенного и редкого. Надо ж мне это ж как-то разбавлять супередкие камни, да, нередкими. Просто обычная тёмная шпинель. Можно её назвать сумеречная грозовая. Она там с небольшим уходом то ли в синеватый, то ли в сине-зелёный. В общем, камень отличный в моём вкусе. Мужской, женский, неважно. Тоже не бывает камней мужских и женских. Форма огранки очень хорошая. И смотрите, тут может показаться, что он какой-то кривоватый. Но я уже говорил, да, что вот почему-то огранка, когда вот такая форма у нас, прямоугольная, квадратная, почему-то всегда выглядит камень несимметричным. Много раз примерял микрометром, всё нормально. Говорят, что это из-за того, что линза выпуклая в телефоне. Ну и вообще в фотоаппарате, в телефоне, неважно, что она вот такие прямоугольные квадратные объекты немного кривит. Ну, может быть и да, я не специалист, в этом плохо разбираюсь. Номер 28. Куда ж без наших чёрных, звёздчатых, любимых сапфирчиков? Правильно, никуда. Золотистые нити рутила, это титан, да, у нас. Придает, там безумно интересный рисунок, в камне есть аномалия, там два креста срослись, или не до конца срослись, или потом пытались разорваться, разрастись, непонятно. Но камень очень красивый, и он довольно крупный, 11 карат, 11.8 даже. У нас в наличии всегда есть несколько штук, я просто время от времени показываю, напоминая, что они у нас пока ещё всё ещё есть, потом уже не будет. Цены на них уже подняли, соответственно, я тоже поднял. Номер 29. Редкая штука, у нас, по крайней мере, редкая точно, да и не только у нас, объясню. Это вроде как обычный камень, аквамарин. Вот вы скажете, а что-то такого, ну, аквамарин, да, я видел много где продают. А вот в том-то и дело, что аквамарин, который много где продают, в основном это подделки. Вот то, что магазин на диване, интернет-магазины всякие, да, много-много где завалено всё, это подделки, причём они такие бывают, прям ярко-синие, тёмно-синие, неоново-синие такие, какие-то светящиеся голубые. Это или подделки, или облучение, или красят разными способами, много разных методов и способов. Вот смотрите, ребят, этот натуральный, да, он ничем не крашеный, и для натурального он очень-очень яркий. Это, ну, считается для аквамарина это топовый цвет, обычно они побледнее. Цвет этот называется Санта-Мария. Вот такие яркие, а для аквамарина он яркий, добывают на Мадагаскаре. Я думаю, что на сегодня, наверное, хватит, 29 у нас камней, да, наверное, не скоро будет, потерпите, не скоро будет подобный выпуск, потому что очень большие приходится перекидывать объёмы туда-сюда, а местный интернет этого делать не позволяет. Я уже весь в экспедициях, в закупках, в съёмках буду вас радовать и себя, конечно же, в первую очередь, чем-то интересным на ютубчике. Приходите, смотрите, всем пока не болейте. Приезжайте на Зибар, тут час очень хорошо, туристов совсем нет, погодка очень хорошая.